Виртуоз Альта, обладатель премии Грэмми, один из самых известных музыкантов страны Юрий Башмет приехал в Магнитогорск. Концерт в городе Металургов завершил международный авторский фестиваль артиста на Южном Урале. И выступил Юрий Башмет не один. Кто стал приглашенной звездой, расскажем прямо сейчас. Плач скрипок затрагивает самые тонкие струны души зрителей. И самых первых нот в зале словно боятся дышать. На сцене один из самых звездных музыкантов, виртуоз Альта и дирижер Юрий Башмет. В программе Шуберт, Бодров, Шуман, Брамс. Некоторые произведения в Магнитогорске звучат впервые. Год назад альтист уже приезжал в Магнитогорск, но это было в ходе гастрольного тура. Теперь же маэстро в городе Металургов с авторским фестивалем. Открылся он в Снежинске, затем артисты посетили Челябинск. Магнитогорск – завершающий город. В каждом своя уникальная программа. Тут главная задача не перемещать в другое место, а чтобы в каждом фестивале образовалось свое лицо. Поэтому мы редко повторяем произведение. Сейчас нам хотелось играть Бодрова, поскольку мы его только выучили. Это новое, свежее произведение. Раз в пять-шесть сыграли всего. И если в Челябинске приглашенным гостем был Константин Хабенский, который читал «Каллигулу», то в Магнитогорске выступает преподаватель знаменитой гнесинки Екатерина Мочалова. Играет на Домре венецианский карнавал. Впервые я сотрудничала с этим оркестром на фестивале Юрия Абрамовича в Хабаровске. И затем пошло наше такое сотрудничество, чему я, конечно же, очень рада. И я очень рада, что он такой креативный в самом лучшем смысле этого слова, что привлекает и не только классические инструменты, но и народные инструменты, и в частности Домру. Елизавета Болдрева, Артур Ишпулатов, Мария Клименко, Александр Маргунов, ОТВ.